Семейные отношения Семейные отношения — это мини-спектакль, в котором каждому отведена своя роль. Ну присядь, отдохни! Я ж тебя ждала! Я с выразы и приготовила! Вот так встречает жена Лешева своего супруга. Молодильные яблочки, домашняя еда, закатки и приворотное зелье. Сказка, в которую они играют, такой же волшебной оказывается и в жизни. Наталья и Владимир и в быту, муж и жена. Им уже в пору жемчужную свадьбу играть, а они все в делах и творчестве. За почти 30 лет совместной жизни постоянно вместе, дома и на работе. Я вот сейчас вспоминаю прошлые годы, ну конечно, очень много пришлось потерпеть моему хозяину, моему Борисовичу из-за моего такого вспыльчивого характера. Я слишком эмоциональная. Ну и спасибо, у него хватило мудрости и так-то, как говорится, женские капризы, это пережить, перетерпеть. Я думаю, надо жить в гармонии с природой, с тобой тогда будет взаимопонимание, понимать тогда другого человека. Семейная жизнь Читы Владимировых началась в деревне Матиши. И даже при возможности переехать в город, не задумываясь, остались. Здесь образовалось семейное гнездо, дом и хозяйство. За насыщенной культурной работой на селе незаметно повзрослели и дети. Фотографию я сделал в Кеодосе еще в 89-м году. Ну и эти смотрели слайды, а потом как-то они все, это отошло, отошло, лежало, лежало. Я потом вспомнил, думаю, надо же какой-то сюрприз сделать, как днём рождения, ну подаришь там духи, а не потом. Сегодня одни духи, завтра другие. Я думаю, лучше напомню, так сказать, о том, когда было хорошо, когда нас там было уже четверо. На фотографии двое, но уже трое. Наш младший Владюша, он увлекается реконструкцией, говорит, осуществил мою детскую мечту. Два взрослых сына – гордость родителей. Сейчас все общение проходит в основном по телефону. Алло, Владюша, добрый день. Вместе же собираются по праздникам. Счастье, гости дорогие, сальцы домашние, огурчики. За большим столом, в котором всё приготовлено с любовью и непременно по-домашнему. Теперь мы копим эту любовь в себе, надеемся, что нашим внукам понадобится также наша любовь. Мы надеемся, что скоро уже станем дедушкой и бабушкой. Любимое дело и профессии всей жизни уже долгие годы не оставляют их без работы. Занимаясь культурной самодеятельностью, многие сценарии рождаются дома. А точнее, за печкой. Когда нам надо что-то сочинить, и в голову ничего не идёт, тогда мы идём вот сюда за печку, садимся и начинаем такой штурм. Творческий штурм. В общем, да, в первом мой худрог начинает придумывать идеи. Разные разные, сантонировать, как говорит он. Нет, она начинает такое вот, то, что её учили, когда-то просили это училище. Это она вот эти схемы начинает выдавать. Они к человеку со стороны, которые к этому не обучены. Не отформатированы. Не отформатированы. Это всё настолько претит, я начинаю всё это переделывать. И после семейного обсуждения уже переносится в гостиную Дома культуры. Театральные постановки здесь не новинка. К слову, это и излюбленное направление. Множество дипломов и наград и в разы больше людей, которые занимаются или занимались в театре. Наталья и Владимир здесь и сценаристы, и режиссёры, и актёры. Словом, на все руки мастера. Всё-таки сельские жители немножко ограничены в выборе возможностей проведения досуга. То есть если в городе они могут выбирать, в какой кружок ходить, то здесь практически то, что мы им можем предложить. И когда вот они занимаются театральным, или поют, или мы колядуем, ходим по деревне, некоторые, может, ребята особенно думают, ай, ну зачем нам это надо? Потом втягиваются, появляется интерес. И с годами мне очень приятно, когда они меня встречают и говорят, Наталья Владимировна, большое вам спасибо. Семья Натальи и Владимира – кузницы таланта и творчества. Своим энтузиазмом заряжают всю деревню. А недавно Матишевский дом культуры получил новую прописку благодаря программе «Развитие агрогородков». Шутит, что попали в последнее купе последнего вагона. Это было помещение бывшего промтоварного магазина, построенного ещё в 90-м году. Ну, года три-четыре он эксплуатировался, потом пришёл запустение, из-за, сами понимаете, площади лишние отапливать никому не охота. Они ненужные стали. И когда наш старый колхозный клуб пришёл тоже в аварийное состояние, мы уговорили наше руководство, чтобы нам это помещение отдали под дом культуры. Ремонт сделан собственными руками. Владимир, как настоящий хозяин, ранее заброшенное здание довёл, что называется, до толку. Теперь здесь тепло и уютно. А песни, танцы и детский смех в доме культуры, похоже, затихают только вечером. И то после конца рабочего дня. Здесь играю, ещё здесь поют очень весело и красиво. Ещё здесь есть и дни очень удобные. Ну, больше всего люблю петь. Я просто люблю петь, потому что музыка – это вот такая вот красивая. Когда все поют так красиво, что так красиво. Это как все природа. Благодаря современным технологиям прошедшие спектакли всегда можно освежить в памяти. На диске ни одно конкурсное выступление. Своей же творческой заслугой Владимир считает диплом в номинации «Лучшая мужская роль». И хотя за плечами ни одна премьера, по иронии судьбы, на сцене им так и не удалось сыграть мужа и жену. Но это, признаются, и не самое главное. Ну, про отдых говорить не приходится, потому что это культоработники, как говорится, хронические, творчески больные люди. Поэтому о чём бы мы ни начинали разговаривать, всё равно потом сводится вся беседа к нашей работе. Только один проект закончим. Потом сразу же начинается какое-то там стремление, желание загореться какой-то новой идеей. Ну, уже привыкли. И так без этого уже не можем. Это уже работа просто как наркотик, можно сказать. Сейчас бурные пороги молодости сменились на широкую и спокойную реку. Гармония в отношениях, на работе и дома. А ссоры, если и возникают, легко решаются за совместные работы. Как говорят, мужчина должен построить дом. Вот я дом тут построил. Вырасти двух сыновей. Сыновья у меня уже большие работают, сами зарабатывают деньги. И надо теперь посадить сад. Вот осталась ещё одна задача – посадить большой цветущий сад. Три дня в Полоцкой школе номер 18 дзюдоисты Беларуси боролись за кубок республики по дзюдо. В соревнованиях приняли участие команды всех областей страны, включая город Минск. В этом году у нас введены новые критерии списочного состава. И спортсмены сегодня у нас по общему рейтингу попадают в списочный состав национальной команды. А это в этом сезоне последний старт, который может решить ту или иную судьбу того или иного спортсмена. На татаны вышли свыше двухсот дзюдоистов разных весовых категорий. Половина из них – это представительница прекрасной половины человечества. Кстати, Полск считается одним из ведущих городов Беларуси в этом виде спорта. Здесь построены прекрасные спорткомплексы для всех видов единоборств. У нас неплохая материальная база, вы об этом знаете лучше других. Мы построили и много ковров положили. Татами практически в школах есть и в микрорайонах ребята занимаются. Это красивый вид спорта, это гимнастика, это акробатика, это в конце концов сила для мужчины. Это гибкость, ловкость для женщины, да и для всех обоих. И от мала до велика этот спорт приятствует и ходит заниматься. На протяжении трех дней шла упорнейшая борьба. Ведь победители ожидают старты более серьезного уровня – мировые европейские кубки и чемпионаты. По итогам состязаний лидирующие позиции заняли представители Минска, Гродненской и Могилевской областей. Приезд столичного «Динамо» в Новополоцк по традиции стал знаковым событием. Тем более, что белоголубые ведут борьбу за награды, а «Нафтан» благодаря двум победам наметил место в шестерке сильнейших. С первых минут «Динамо» отвоевало территорию соперника. Но для хозяев это обстоятельство удивительным не стало. «Нафтановцы» искали свои шансы в контратаках. Минчане первыми потревожили Николая Романюка, но тот опасный удар отразил. В свою очередь, «Нафтан» тут же едва не открыл счет. А в середине первого тайма приезжая команда добилась своего. Результативным оказался навес фланга на Боченка, который головой переправил мяч в сетку. После перерыва хозяева восстановили равновесие. «Шкабара» сделал наброс на набежавшего «Гаврюшка», и тот поразил ворота бывших одноклубников. После этого игра нисколько не поблекла. Соперники по-прежнему действовали на высоких скоростях и отвечали атакой на атаку. И все же правом первого хода в этом матче воспользовались подопечные Сергея Овчинникова. Афанасьев вышел на ударную позицию. Романюк первую попытку Хавбека гостей отразил. Но на подборе оперативно сработал Ковель, который предоставил Афанасьеву еще один шанс. И здесь уже страшворот «Нафтана» оказался бессилен. «Нафтан» двинулся на ворот именчан большими силами, но найти лазейку к воротам Гущина так и не сумел. Более того, на добавленной минуте Леонардо бильярдным ударом установил окончательный счет матча 3-1 в пользу «Динамо». Очень рады победе. Благодарен своим ребятам, благодарен болельщикам, которые приехали нас поддержать. И благодарен также команде соперник, которая была мотивирована очень хорошо. Ребята профессионально сражались. И это только идет на пользу белорусскому чемпионату. Поэтому я так во всем доволен. Так что всем спасибо. Поздравляю команду «Динаминский» Сергея Повчинникова с победой. Скажем так, в общем-то, достаточно при равной игре нам удалось сравнять счет. И в общем-то, где-то в некоторых моментах может переломить игру. Ну, футбол – это такая вещь, в общем-то, разрядшая передача на Афанасьева. И, скажем так, ну, а третий гол, в принципе, упрекнуть команду нечем. Мы до последнего старались изменить счет. Но на сегодняшний день в этой игре «Минск» оказался сильнее, чем я их поздравляю. После двухнедельного перерыва новополский «Химикска» вновь вернулся к родным пенатам. Но домашние стены здесь не помогли. И добиться положительного результата в матче с «Шахтером» «Химиком» не удалось. Несмотря на небольшую для хоккея результативность, игра получилась яркая и зрелищная. Счет открыли гости. На пятой минуте наброс от синей линии Шведова подкорректировал Лостовецкий. Но гости недолго наслаждались преимуществом. Красивая комбинация в исполнении тройки – Залевского, Шереметьево и Горбаконя – привела к броску Горбаконя, который точно попал под перекладину. Второй период прошел с заметным преимуществом гостей. Обилие удаления у хозяев привело к тому, что голкиперу приходилось сто и дело выручать команду. Но пробить его до второго перерыва подопечным Андрея Гусова не удалось. Благодаря самодаче и великолепной игре «Виталия Труса» химики смогли выстоять. Однако в третьем периоде очередное удаление стало для армейцев роковым. Башко бросил от синей линии, установил окончательный счет матча 2-1. Хороший получился боевой матч. Химикс Ка с нами все время дома играет очень хорошо, такой веселый, быстрый хоккей. Мое мнение в целом, я считаю, что все-таки мы владели инициативой в этой игре. Ребята играли строго, играли по заданию. Соперник здорово организовывал контратаки, здорово уходил в контратаки. Но, тем не менее, неплохо мы оборонялись. И в концовке, все-таки в концовке, в конце здорово реализовали лишнего игрока. Команде хозяев хотел бы отметить вратаря, который порой действительно творил чудеса в воротах. Ну и я очень рад победе. Хочу коллегу поздравить с хорошей игрой его команду. Спасибо всем. В общем, игра-то давалась, конечно, в первом периоде. А во втором периоде опять наступаем на грабли, как говорится, нарушения игровой дисциплины. И, в общем-то, второй и половина третьего, наверное, провели в меньшинстве. Очень много удалений. Ну, в конце пытались выровнять игру, но, в общем-то, забить, сравнять. Но такую команду, как «Шахтер», пока не хватает на мастерство. Не получилось у нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!